Двенадцать ракет за ночь на Пасху. Два часа ночи. Двое погибших, двое детей. Семнадцать-восемнадцать лет. Девочки, мы сейчас чайник поставили и по чашечку, кофе или чашечку. Эти пакеты пасхальные, они для каждой семьи будут. Вот мины, вот наша школа сейчас, где мой внук учился, сейчас загрузится. А где это? Снегиревка, Николаевская область. Ее очень любят. Девять месяцев, восемь мы были под оккупацией, а теперь они нас обстреливают. Ребенок опять такой стресс получил. Это ужас. Залетает. Бабушка, ну там аж все уехали. Бабушка, ты что не слышишь? Я говорю, Ванечка, я слышу. Давай в подвал. Сырок нет. Нас засыпят в подвале, мы оттуда не выйдем. Будем сидеть уже в доме. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела, Лариса? Я вас прошу. Я хоть чуть-чуть была по ней. Каждый раз, как только нужно было прийти. Так мы скучали, мама. Это вам. Я привезла. Спасибо. Ой, вот, смотрите, как красиво. Спасибо, Лариса. Я переживала, вы знаете. Все хорошо. Все хорошо. Не переживайте. Я хотела просто сходить на кладбище до сыновей и до мужа. Мне это не удалось, потому что нас не допустили на кладбище, оно заминировано. И нас с 15 на 16, в 2 часа ночи, вернее уже с 16, 12 С-300 ракет по нас вы. Мы были там. И мы были в средине обстрела. Потому что с одной стороны школа, с другой стороны больница. И эти объекты были обстреляны в эту ночь. Это страшно. Когда идет зарево, а потом... И воронка. Возле школы... Ну, это очень страшно. У нас в тот день две школы уничтожили, больницу, детское отделение и частные дома. Я только подъехала к этому торговому центру, вышла и тут как грохнуло. Вообще все начали убегать, люди бегут, так вообще страшно. Так, две страницы, да, писать? У нас тоже закрепите. Вы не сняли, наверное. Это тоже надо. Давай меня сюда поставим. Рядом. Вода на Венисбурге. Да, Юр, что сделаем здесь? Он троевский Украин. Бахмут. Бахмут. Да. Бахмут. Там вообще хотя бы люди есть или там уже вообще нет людей? Там, наверное, жить же вообще невозможно. Ни в каком районе. Наверное. Из ваших знакомых вообще никого там уже не знали? Ну, были, но уже уехали. У нас никого нет. У нас практически население начало возвращаться. Сейчас опять все уезжают. Потому что страшно там оставаться. Неизвестно, что. Я говорю, пять месяцев была тишина. Вот нас 10 ноября освободили. И вот 16 апреля нас опять обстреляли. Да, до свидания вас. А вы уже закрываетесь? Нет, в принципе они идут и работают. А я можем пока подожду? Можно, конечно. Мила приедет. Сейчас вроде у него перерыв. Это страшно, перерыв в уроках. Он подъедет, это поможет, потому что я не донесу. Сожжен весь разбитый. Зерно вывезли, элеватор уничтожили. Я говорю, всю инструктуру нашу уничтожили. Ничего нет. Это так тяжело, когда едешь, смотришь на это. Ты здесь жил, ты сюда что-то вкладывал. Нам пришлось второй раз убегать. Я не знаю. На сборы времени практически не было, потому что не знаю, что будет дальше. И вот мы 16 числа, люди празднуют Пасху, а мы их не здоровы. Оставаться с детьми нереально. Очень тяжело. И как бы был они, если у вас не хочется, если у вас не нравится. Но я думаю, если у тебя там дети. Да. Это проектирует библиотеки, около 20 человек. Этот проект был выполнен. Согласно, как больше людей, в Украине, чтобы получить эти условия? Да, да. Мне очень нравится. Возвращение. 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 Они нужны социализацией и социализацией. Они идут для того, чтобы интеракционироваться, для того, чтобы осуществить их социализацию, для того, чтобы они присоединили, для того, чтобы они социализировались, даже между ними, военные. Библиотека Путина Петра-Стефанук в результате этого проекта для учебных книг, проектов, книги, которые были очень необходимы в библиотеке, в том числе в русском языке и украинском языке. Есть книги в английском языке, то есть мы рады за поддержку спорт. В основном мы хотим сказать, что это было в руках. Пишечка Петрович.